В мире существует множество разных религий, и во всех уголках света есть свои уникальные традиции понимания мироздания. Сегодня мы поговорим о восточном учении буддизм, о котором нам расскажет Лама Пема Дудул. В чём отличие буддизма от других религий? Одно фундаментальное отличие буддизма от всего остального – это религия о внутреннем мире, об уме. Можно говорить, что ум, сознание – для нас это почти синонимы в соответствующих восточных языках, где есть культура работы с этим, есть несколько слов. В тибетском есть минимум пять слов, которые можно перевести как ум, и там очень чётко различаются, что это разные понятия. То есть состояние вот этого неудовлетворённости или несчастья, есть страдания, есть состояние удовлетворённости, счастье, блаженство. Это состояние, прежде всего, ума. Буддизм – наука об уме. Все внешние атрибуты, они важны, если понимаешь их смысл. Если не понимаешь их смысл, то они бесполезны, если как бы… То есть они являются в любом случае вещами второго порядка. Всё это об состояниях ума, о сознании. И изменения происходят внутри. В целом, когда ты занимаешься практикой, у тебя должно возникать больше мудрости и больше сострадания любви, больше терпения и других вещей. Внешне это может никак проявляться. Некоторые думают, что буддизм, медитация – это такая психотерапия. Их жизнь становится спокойнее, налаженнее. Это может происходить, но если постоянно происходит другое, это скорее подозрительный знак. Часто, когда ты серьёзно начинаешь заниматься практиками, твоя жизнь действительно идёт в разнос. И это нормально, потому что ты живёшь в такой скорлупе, в клетке. Зона комфорта есть даже у бомжа, который где-то там в коробке спит на вокзале. Если ему сказать «пойдём, мы тебя помоем», то большая часть бомжей откажет. Мы все бомжи в этой сансарии, поскольку постоянно скитаемся. И когда ты что-то делаешь, ты должен вылезти из этой коробки, то есть разрушить скорлупу своего яйца. То есть если ты серьёзно занимаешься практикой, то очень велика вероятность, что твоя жизнь пойдёт в разнос. И это просто будет болезненно, любое изменение болезненно. У людей есть проблемы. У меня есть проблемы, у тебя есть проблемы. Что с этим делать? Есть ли решение фундаментальное? Будда искал, точнее, пока он ещё не стал Буддой. И решение это вопрос. Вопрос о том, что делать с жизнью. Ты стареешь, болеешь, умираешь. По ходу дела каждый день ты страдаешь. В буквальном смысле слова, в переносном. Что-то хочешь, мечешься, что-то пытаешься. А итог он один. Есть ли фундаментальное решение? Искал этот ответ, долго искал. И нашёл, когда он увидел ответ, он стал Буддой. Дальше на этот ответ всем рассказывал. Это и есть буддизм. Это рассказывалось во многих местах, на разных языках. Плюс у всех людей есть свои условия. Фундаментальное состояние одно. Это состояние неведения, то есть незнания, непонимания. Кто ты такой и что вот это вот вокруг, что это такое. На самом деле это всё совсем не то, что тебе кажется. Понимание этого ведёт к страданию, муке, неудовлетворённости. Понимание это ведёт к освобождению. Вот об этом Буддизм. То есть Будда говорил, первоначальная причина – это желание, жажда. У тебя всё время хочется, чтобы у тебя что-то было. Ты это не можешь получить. Ты чего-то хочешь. Есть также то, что тебе не нравится. И те, кто тебе не нравится. Ты хочешь, чтобы этого или их с тобой не было. Пытаешься от этого избавиться. Наконец, у тебя, даже если ты получишь то, что хочешь, у тебя что-то есть, и при этом боишься это потерять. Вот эти три вещи – это на самом деле разные стороны одного и того же. Это жажда. Это причина всех остальных состояний – гнева, гордости, зависти и так далее. Это как бы потом Будда объяснял это глубже. Фундаментальной причиной всего этого является неведение, непонимание того, кто ты есть, и чем является этот мир. На самом глубоком уровне, это сложно объяснить без слов, которые иностранных, которые не так-то просто перевести. Просто ты уже Будда, ты всегда им был. То есть существо, всеведующее, обладающее бесконечной любовью, бесконечным могуществом, которого этот процесс не затрагивает, не значит, что не затрагивает. Ты можешь болеть или обжечься в огонь, но это тебя не очень волнует. Как волны – это всего лишь игра океана. Волны – не есть что-то отличное от океана. Вместе с тем это есть нечто на поверхности океана, они океан никак не затрагивают. То есть не понимая этого, считая себя отдельной волной, а другие волны другими волнами, в тело возникает то, о чем я говорил. Желание того, нежелание этого, боязнь потерять – это все приводит ко всему спектру. Прежде всего, сразу скажу, что популярное нюэйджевское представление, что все религии ведут к одной цели, все пути ведут к одной цели, с точки зрения Будды – неправда, да, и с точки зрения других традиций – неправда. Фундаментальных отличий несколько. Буддизм – это не обычная так религия. Например, в буддизме нет понятия Бога, отрицается Бог как некая отдельная сущность или штука, которая, которая, которая создала этот мир, придумала законы, следит за их выполнением и поощряет одних, следующих, и карает тем, кто их нарушает. Нет никакого такого Бога, нет никакой такой штуки, как душа, опять как отдельные такой штуки. Например. В целом, буддизм не интересует, на самом деле, устройство этого мира, потому что буддизм, он о состоянии твоего страдания, несчастья и счастья. Вот он об этом. О том, как мир устроен – это вопрос по значимости третьего ряда. По ходу дела, ты можешь узнать, как мир устроен, но, в принципе, для твоего состояния здесь, сейчас эта роль и такой не играет. Это одно отличие. Второе. То есть, Будда не Бог, Будда не спаситель. Будда – это тот, который когда-то был таким же, как все мы, который начал ставить эти вопросы сначала тоже не очень четко, а потом все четче, и настойчиво искал ответ на эти вопросы. Очень настойчиво, очень долго. В итоге он нашел на эти вопросы, сказал эту истину, ее я открыл, Будда ее не придумал. Он просто открыл ту истину и сказал, вам теперь предстоит ее открыть. Он себя сравнивал с врачом, говорит, вы все больны. У этой болезни есть причина. Есть прогнозы этой болезни, она излечима. И есть методика лечения, точнее, множество методик лечения, поскольку есть много вариаций этой болезни. Это вот одна из формулировок четырех истин, которые являются аксиономом буддизма. То есть здесь еще одно отличие. Будда не говорил, а вы должны выйти верить, потому что я Бог, или я посланник Бога, или я получил откровение от Бога, ничего этого не было. Будущий Будда искал ответы на вопросы, он их нашел. В тот момент, когда он нашел, он стал Буддой, пробужденным, просветленным, всеведущим. Предлагается всего лишь найти ответ на эти вопросы. То есть вера в буддизме важна, но она не является верой, или изначальной верой априори. Предлагается исследовать и проверить. Это раз. Второе, Будда говорит, я не спаситель Будда, никого не спасает. Мало того, с точки зрения буддизма, все те, которые говорят спасители, они обманщики. Они или сами искренне заблуждаются, или что чаще, сейчас, по крайней мере, шарлатан. Никто никого спасти не может. Очень так же, как доктор, ставя диагноз, назначая лечение, он не может, как сказать, за тебя выздороветь. Доктор не может, выписав эти таблетки, сказать, ну все, ты иди, а я дальше буду пить таблетки сам, а ты выздоровеешь. Это чушь, но это то, как люди иногда интересующиеся, к этому относятся. Люди посещают различные лекции, получают посвящение, ходят в семинары, ловят этого кайфа, это превращается в такой стиль жизни и тусовка. Можно также ходить на, я не знаю, на тусовки готов, или любители голландского пива. Качественной разницы нет, если ты ничего не делаешь. Нужно принимать лекарства, то есть это еще одно фундаментальное отличие. Будда показывает путь, но он не спасает, он может вдохновлять, может благословлять, и так далее, и так далее, что делают все учителя. Но ты сам отвечаешь за то, что с тобой происходит, есть твоя карма, и ты сам можешь выздороветь, принимая назначенное лечение. Поэтому я называю это религией для взрослых людей, никто тебя не спасает. Ты сам за все отвечаешь, что с тобой происходит, и сам находишь путь к спасению, то есть к решению фундаментальной проблемы бытия, что делать. Вот это некоторые из фундаментальных отличий буддизма от других религий. Как сопрягаются буддизм и наука? Есть точка зрения, что буддизм – это наука. На самом деле это не наука. Ну, точнее, что назвать наукой, как определить словами? В моем понимании есть науки естественные, и, как говорил один физик, противоестественные. Естественные науки занимаются материальным миром, устройством, от Вселенной до атома, со всякими полезными для народного хозяйства, штуками, которые делают автомобили, вот эту камеру, там еще что-то. Они изучают материальный мир, который живет по своим законам. Если говорить о буддизме, то буддизм – он о другом. Он о состоянии твоего счастья и несчастья. Строго говоря, к науке это вообще отношения не имеет. Но поскольку буддизм говорит об истине, о том, как все это устроено, то не может быть противоречия между буддизмом и наукой. То есть устройство мира материального не является предметом буддизма. Будда, например, принимал космологические представления о Древней Индии и никогда их не опровергал, но и не говорил, что это что-то важное. Сейчас находят много параллелей между квантовой механикой, космологией и буддизмом. Буддист улыбается хорошо. Просто нужно понимать, противоречий нет с одной стороны, потому что это не очень волнует буддизм и не со всем этим согласны. С другой стороны, состояние счастья состоит во ума. Это не состояние каких-то нейронов, каретового головного мозга или где они там не находились. Связь между ними есть, ученые есть, проводятся эксперименты, что вот люди медитируют, и сострадание не позволяют себя там электродами облепить и в томограф засунуть, и говорят, о, нейитирует у него там зоны счастья в этом студне, в черепной коробке, сигналы подает. Да, подает, но это не связано. То есть есть люди, которые счастливы и несчастливы, они знающие, не знающие, богатые, небогатые, здоровые и очень больные. То есть нет противоречия между буддизмом и наукой. Те буддистские проповедники, которые много говорят о близости буддистовой науке, они просто, скажем правду, хитро завлекают в буддизм других, и хорошо, но... То есть никакие исследования, никакие приборы не сделают тебя более счастливым. Только познание своего собственного ума и работа с ним – это и есть медитация. посмотри на себя, как ты функционируешь. Проснулся там и так далее, и весь день. Так день за днем, год за годом, жизнь за жизнью. Так и функционирует. Встречаются, расстаются, с чем-то гонятся, чего-то якобы достигают. Потом покидают это тело, тело закапывают, сжигают, еще что-то придумывают. Потом просыпаются в совсем другом месте, ничего не помнят, и опять все по кругу. Довольно печальная картина. Он предлагает просто проснуться, посмотреть на себя. Здесь все честно, без, так сказать, без хитрых схем. Ты честно смотришь на себя, на свою жизнь подходишь к зеркалу и смотришь. Не нужно из этого делать драмы, не нужно… Ты это честен с собой, ты смотришь и принимаешь это. И тебе предлагаются некоторые ответы, ответы они видят попробуй. То есть на самом деле какие-то эффекты можно получить быстро, простые методы медитации, некоторое успокоение ума, которые сейчас приняты на Западе, уже без упоминания о буддизме, так толерантненько. Майндфулнесс, то, что называется, как майндфулнесс называется, осознанность, внимательность. Есть куча курсов, куча учителей здесь есть. Да, во всем городе есть. Все, ты просто чуть-чуть наблюдаешь, например, за дыханием и чуть-чуть становишься внимательнее к своей жизни, чуть меньше глупостей делаешь. Хотя бы это, потому что большую часть времени ты вообще неосознан. Ты едешь за рулем и думаешь, когда она тебе вечером позвонит. Ты вечером в ее объятиях одумаешь честно с собой, о чем ты в этот момент думаешь. Чтобы просто пребывать здесь сейчас, получать удовольствие в том числе, радость от этого момента, нужно просто быть в этом моменте, в этом лесу, за этой едой, когда ты ешь и так далее. В современном мире, где столько отвлечений, сколько у тебя гаджетов, сколько аккаунтов в соцсетях и так далее. Раньше чуть было проще, не потому что я там старый, я говорю, вот в моей молодости и девки были краше. Нет, краше, конечно, но это действительно меняется. Кальюга называется, но сравни тем, что я помню. Молодежь уже не помнит, как это, когда не было смартфонов, соцсетей, ну хорошо, газеты читали, но сейчас реально давление, давление информационное, отвлечений больше. Просто очень сложно, не отвлекаясь на выпей стакан Кока-Колы и она тебе даст. Не отвлекаясь на это, очень сложно просто побыть в этом моменте, тебе постоянно что-то из этого. А все счастье, оно только в этом моменте, нет никакого счастья, когда ты думаешь о будущем. И это достаточно, ну, относительно легко зависит от разных ситуаций, есть разные ситуации, в том числе клинические, но не очень сложно этого добиться. Дальше, когда ты в этом моменте, в нем есть глубина, эта глубина почти бесконечна, ты можешь в эту глубину погружаться или подниматься в небо, как тебе больше нравится, я люблю называть это погружаться. Можно фактически бесконечно глубоко, и в этом есть свой путь, но это для тех, кто этому посвятил как бы больше времени и сил для начала, это может быть полезно для всех людей, меньше аварий будет. Каковы внутренние традиции и школы буддизма? Поэтапно, во-первых, есть много традиций, есть разные подходы, если вообще всю практику суммировать, то можно сказать, можно сказать, Будда сказал, «Не причиняй страданий другим, помогай другим, успокаивай свой ум». Это учение будет вольный перевод известной цитаты. В этом вся практика. Конкретнее есть путь разные методологии, назвать колесницами иногда, есть хинаяна, махаяна и стантра ваджаяна, всюду свои есть методы. В любом случае есть некая последовательность, есть одновременное направление работы, их называют направление работы, скажем так, этическое твое поведение, направление работы практики, например, медитации, направление работы мудрости, то есть видения. Из них последнее является главным, поэтому в тибетской школе говорят о первом воззрении, то, каким ты видишь весь мир и твоя мудрость, практика, медитация или визуализация, что угодно, есть огромное количество практики и практическое применение, они все связаны. Здесь то же самое, сначала ты выбираешь путь, будто говорил, сначала ознакомься, он не говорил, следуйте за мной, тем более сейчас для этого слишком много условий, раньше ты рождался в стране и все, выбора не было, ты знал кто ты, какие скрепы на этой территории. Сейчас есть много традиций, ты можешь ознакомиться, в какой-то момент ты решаешь, да, я, во-первых, я хочу действительно идти по пути, а не не болтаться, вот в том, что я описывал, называется отвержение мирского, отвержение самсары, значит, ты должен монахом становиться, просто понимаешь, что вот эти цели в жизни они бессмысленны, ты выбираешь путь, я хочу идти этим путем, ты еще не знаешь всего маршрута, не можешь знать, потому что может знать только те, кто прошел, но ты доверяешь Будде, доверяешь самому маршруту, доверяешь инструкторам по дайвингу, по трекингу, который тебе будет помогать, ты становишься на этот, это как бы первый, например, этап, он называется прибежище, второе, тебе нужно постепенно, целый пластный слой практик, тебе нужно, если ты хочешь не просто загорать по пляже, а куда-то залезть в гору, тебе нужна некая мотивация, почему ты это хочешь, тяжело, это может быть больно, могут быть травмы, ну вообще, денег больше тратить, и все, непонятно, зачем мне все это нужно, могу решать, вот эта мотивация в буддизме на пути великой колесницели Махаяна является помощь всем живым существам, это называется мотивация Батхисаттва, ты не самого себя хочешь избавить от жизненных неудовлетворенностей, а всех живых существ. Как мог бы буддизм изменить мир? Если честно, буддизм не ставит такой задачи перед собой поменять мир, почему, потому что поменять мир исходит из того, что вот есть этот мир и он плохой, я что-то изменю и будет мир хороший, это задача в принципе в такой формулировке порочна. Я уже не говорю о том, что мир иллюзорен, хотя я не такой, как тебе кажется, то есть тебе кажется, что это так, и ты это начинаешь менять, а оно совсем не такое. Это раз. Второе, я уже говорил, что задача буддизма это состояние внутреннего счастья, удовлетворенности каждого человека. Это не связано с окружающим миром. Мало того, попытки менять этот мир, не меняя человека в сердце, то есть не развивая в нем качество любви, качество сострадания, качество мудрости, просто меняя как-то формально. Оно ни к чему хорошему не приводит. Такие попытки неоднократно пытались сделать, особенно в прошлом веке было, знаешь, серьезных попыток построить там счастливое общество, всех осчастливить. Вот. Чем интенсивнее, серьезнее такая попытка, тем результат плачевнее. В том числе и на вот этих территориях сейчас плоды пожимаются, 100-летние там попытки построить всеобщее счастье. То есть в этом смысле нет рецепта счастливого общества. Конечно, в буддизме говорят там «А как же у тебя слышал, есть Шамбала?» Есть Шамбала у меня в Катманду, там в одной комнате, дверь в нее, в квартире. Но, конечно, если больше людей практикуют уже медитацию и одновременно большое количество людей развивают осознанность, развивают сострадания, то это меняет все. Недаром, я говорил, майнфилднес стала популярной сейчас есть занятия медитацией в каких-то западных корпорациях в этой Америке бездуховной. Там в корпорации типа Google в совете директоров есть человек, который занимается медитацией только для сотрудников. Это не то, чтобы обязательно, там нет, обязательно, но это поощряется наряду с йогой. то есть, конечно, ставить задачу изменить мир вот так вот это не задача, но чем больше людей будут медитировать, тем будет приятнее. Но при этом буддизм не ставит задачу вот кого-то привлечь в миссионерство не является характерной чертой. Будда всегда отвечал на вопрос, когда ему задавали. Иногда это было символично, он сам как бы ситуацию создавал. Но это важный принцип. Даже в начале любого формального учения задают вопросы, просят учителя начать учить. Следующий этап размышления, ты это размышляешь, ты не следует бездумно этому. Ты знаком, что вот есть это предлагают, это и это. Ты даже к зубному пройти выбираешь клинику и только цены сравниваешь, но и отзывы. А здесь ты не зуб лечишь, здесь ты лечишь гораздо более глобальное заболевание, свое неведение. Гораздо более запущенное. В конце концов, этот этап закончился потому, что говоришь, вот я доверяю вот этому пути, например, учению Будды. и я доверяю, мне кажется, ты слушаешь свое сердце, доверяю вот этой конкретной традиции, вот этой школе, вот этому учителю. После чего ты начинаешь что-то делать. Тебе уже говорят, регулярные медитации, ты посещаешь какие-то занятия, регулярные медитации и так далее. Не имеет смысла рассказывать о всем, что там будет. Не имеет смысла. У тебя мотивация в том, что ты недоволен тем, что есть, ты хочешь это изменить. Тебе говорят, да, ты должен это изменить, ты должен пройти курс лечения и все. И если с тобой честны, то тебе говорят, это будет долго, временами неприятно, временами нелегко. Что такое медитация? Само слово медитация неудачная. Медитация Марка Аврелия. Ты сидишь и о чем-то думаешь, да. Это не обдумывание чего-то. Это нечто... Есть медитации, где ты что-то обдумываешь, они называются анализом. В целом это нечто гораздо более широкое. Это культивирование своего ума. Вот у всех есть тело, да, у тебя есть тело, у меня есть тело. Так себе. И про тело нам рассказывают с детства. Здесь не чеши, здесь не ковыряйся, нужно мыться, вытирать попу, чистить зубы. Нам это рассказывают. Потом рассказывают больше. Есть гигиена, есть физкультура, есть для тех, кто хочет спорт, есть изысканные, системы работы с телом, пришедшие с Востока. Йога, цигун от этого в 95% осталось только работа с телом. То есть про тело как бы известно. Про это все более-менее знают. А вот про наш ум, про наше сознание не рассказывают. Нет вообще такого предмета. Люди не знают, где ума зубы, чтобы их чистить, где дезодорант применять и что делать, если болит. То есть есть, конечно, психиатры, психотерапевты, во первом попадают уже поздно, во второе, сами часто в помощи нуждаются, неотложные. Так, для большинства людей это темный лес. Ты знаешь, что вдруг меня охватили эмоции, и я вот вся такая романтичная, или я весь такой злой. Откуда это взялось, что с этим делать? Никто не рассказывает, не объясняет. Медитация – это изучение, в принципе, это, можно сказать, да, это наука. Наука об уме, включая гигиену ума и так далее, и так далее. Единственное отличие от науки, что предмет изучения и инструмент изучения совпадают. Здесь ты изучаешь свой собственный ум. Вот этим я понимаю всю твою психику, все твои мысли, чувства, образы, состояния, как бы ты это ни называл. И инструментом является сам ум, поскольку ты наблюдаешь ум только умом. Никакие физические электроды не показывают взаимосвязь ума и тела. Да, она существует. То есть множество явлений, которые не объяснены, наконец, многие современные ученые, честно говоря, что ум – это ум, мозг – это мозг. Ты изучаешь ум самим умом. Сначала нужно, чтобы он чуть-чуть успокоился. Это целый класс медитации. Потом ты можешь концентрироваться на чем-то, развивать какие-то качества, другие классы. Потом ты можешь как бы глубоко, пристально смотреть. Это самое важное. Это все медитации с огромное количество методов. Само слово, изначально санскритское, мавана и тибетское, гом означает культивирование, возделывание чего-либо или ознакомление с чем-то. То есть, умы-то является и полем, и инструментом, только в данном случае, для возделывания. Тибетским тантрическим школам, то есть, одна, они делятся на старые и новые. Потому что пришли одни раньше, другие позже из Индии. И тантрические источники, и практики у них чуть-чуть разные. То есть, я отношусь к старой традиции, которая называется нингма. По-тибетски это означает просто старое. Будда – это просто знание. Единственное, подлинно учителя – это есть это знание, точнее, врата к нему или ключики врата отворяющиеся. Это знание, оно в тебе, в твоем сердце. Сердце не четверкоментарном моторе, а вот чуть ближе к центру такое, духовное сердце, которое радуется и в одних ситуациях и щемит в других. Вот это, это оно, вот это сердце. Истинное знание, оно там, и истинный учитель, он там, он внутри тебя. То есть в принципе ты можешь с этим встретиться без внешнего учителя, но пока ты воспринимаешь себя как отдельного человека, а вот его или эту собаку, которая прошла здесь, тоже как некие отдельные личности или существа или вещи, то есть есть я, есть мечта отдельная. До тех пор, пока ты это воспринимаешь, тебе нужен внешний учитель в теле. Когда ты поймешь, что нет между тобой вот им пробежавшим большого различия, что это некое взаимосвязанное единство, тогда, как правило, от того момента ты уже готов учиться у внутреннего учителя. оттенки. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...